Говорят букву Р. Я рожаю, я вынашиваю. Хотя у меня отец ребенка периодически говорит то, что типа вот если он там не захочет чего-то и так далее, я там откажусь или что, пускай отказывается. Мне вообще срать. Я желаю самому ребенку только самого лучшего. Все. Я готова пожертвовать. Марсель. Да, красивый имя Марсель, кстати, тоже. Думала об этом. После мойки куда поедете? Не знаю, куда я поеду дальше. По делам своим. Каким-нибудь деловым. После мойки поедем на заправку. Данилом. Данилом. Сами называете своего сына Данилом. Я же сказала, блин, как я хочу назвать сына. Мне не нравится им для него. Скучно без музыки. Ну, включи сама себе там радио. Развлекай себя, раз тебе скучно. Я разговариваю пока что. Сейчас я включу музыку, меня слышно не будет. Я же не радио вам музыку включать. Хотя интересно, что там написано. Ну, включила музыку, что от этого изменились. Роддом выбрали, да. Нет, теперь слушайте музыку. Поживее стало, ну вот наслаждайся теперь. Поживее. Играет музыка. Поживее. Субтитры сделал DimaTorzok. Селена, после родов нужно Дом 2, как я буду психически себя чувствовать, если я, понимаете, я хочу объяснить, Дом 2 нужно психологически уметь вывозить, вот, действительно, психологически нужно уметь вывозить Дом 2. Если мои нервы, моё психическое, психологическое состояние скажет мне, Селена, мы хотим трэша, мы хотим жизни, то я пойду на Дом 2. Если моё психологическое состояние скажет, Селена, сиди-ка-то дома, занимайся ребёнком, мы хотим сидеть дома, заниматься ребёнком. Просто Дому 2 нужно реально быть морально готовым. Морально быть готовым, это всё вывозить. Не думайте, что там так, не думайте, что там так просто. Тем более, что не факт, что, если, например, я перейдусь на Дом 2, и мне там предложат хорошие условия, мне нужны определённые условия. Ну, как бы, я не пойду больше на проект, если мне не предложат чего-то такого. Ну, как бы, если там не предложат хорошие условия, я пойду обязательно, если нет, ну, как бы, синиться. Я шоу не собираюсь тратить свою энергию просто вот, ну, вот просто так. Я на Дом 2, во-первых, пойду не для того, чтобы там как-то устанавливать порядки, не для этого вообще изначально я шла на проект. Я действительно шла на проект для того, чтобы действительно найти там себе человека по интересам. Действительно, чтобы найти человека, с которым мне будет комфортно. Но просто дело в том, то, что насколько там люди друг к другу неложительно относились. Даже вот хотя бы банально в плане, хорошо, ну, ты ссоришься с человеком и так далее. Но я считаю, да, вот, что как бы, ну, нужно все-таки как-то, если там в плане там покушать или еще что-то, нужно будет все-таки оставаться человеком, а не быть свиньей. Все-таки нужно как-то, ну, не знаю, уважать друг друга, друг друга, как-то думать о другом, кто хочет после себя, может, покушать. Такие моменты, или кто-то, может быть, хочет там поспать и так далее. Такие вот моменты, они, конечно, меня раздражали. И, конечно же, я, ну, то есть я была возмущена этим фактом. Но на Дом-2-то я пошла не ради того, чтобы устраивать там порядки, а для того, чтобы найти человека себе подобного. Помню, что Сильвара ругалась. Ну, конечно, я все помню, с кем я ругалась. Там все, там большинство вообще все равно всем на скандал. Многие себя больше строят, чем на самом деле чувствуют. То есть я, например, уже, вот уже под конец, уже, уже, когда там под конец своего пребывания на проекте, я уже просто начала уже от балды там что-то исполнять. То ссорюсь, то не ссорюсь. То есть я, у меня уже было все равно, что по поводу меня говорят. Мне уже вот просто было все равно. Потому что я так уже, знаешь, так на пофигах. Я уже перестала испытывать какие-то эмоции к концу проекта, в принципе. Эмоциональное выгорание там очень сильно происходит. Вот эмоционально ты, прям вот после проекта очень сильно происходит эмоциональное выгорание. Интерес теряется к очень многим моментам после проекта. Потому что ты привыкла жить под камерами. Поэтому, как бы, ребята, за все нужно платить цену. Я вот не знаю, почему они постоянно приписывают Колю Должанского. Должанский, он больше как друг, как уникальный человек. Вот. Он неплохой. Он на самом деле очень дружелюбный. Коля реально друг. Он не... Он вообще безобидный парень. Просто бывает, ему дают задание на проекте, ему нужно светиться. Он это и делает. Да, конечно, переходят границы очень часто. Ну, это Должанский, чего хотели. Коле нужно понимать. Он никого не добивался. Коле никого не добивался. Это и больше прикол. Вот. Пока. Пока. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...